Привет, друзья! С вами Максим. В этом видео я приготовил для вас подборку инструментов сайта Алиэкспресс, которые вы точно оцените. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Инструмент для снятия микросхем или дип-экстрактор. Призван аккуратно и адресно извлекать электронные компоненты в корпусах дип и сплат с целью их замены. Также он пригодится для извлечения биос, чтобы не повредить подготовить систему к перепрошивке. Выжимка для цепи велосипеда. Специальный инструмент для укорачивания или удлинения цепи. Для выпрессовывания пина требуется вставить звено цепи в выжимку и зафиксировать положение с помощью винта. Далее следует постепенно заворачивать винт на инструменте для выдавливания пина. Приспособа для заточки токарных резцов. Комплект состоит из двух фиксаторов оснований, выдвижного подручника с V-образным упором, регулируемого подручника с площадкой и двух дополнений. Насадки держателя для заточки косых резцов и универсального держателя. Насос высокого давления предназначен для заправки сжатым воздухом винтовок ПСП. Также может использоваться для накачки пейнтбольных баллонов. Это устройство механического действия, которые работают, используя лишь мускульную силу человека для предварительной накачки оружейных резервуаров. Переходники для шуруповерта подголовки. На эти адаптеры можно нацепить головки из автомобильного набора и смело крутить им гайки. Насадки, торксы и тому подобное. В наборе идут три штуки. Одна четвертая дюйма, три восьмых и одна вторая. Если вы автомеханик-любитель и ценитель всякого рода интересного инструмента, то такие переходники для вас. Держатель бит для перфораторов SDS+. С ее помощью можно использовать перфоратор, чтобы закручивать саморезы в гипсокартон и деревянные заготовки. Нужно признать, что идея закручивать перфоратором саморезы – это явно перебор. Но, например, когда мощности шурика не хватает или сели все аккумуляторы, то такие штуки очень сильно выручат. По крайней мере, они точно пригодятся. Стоит недорого, места много не занимают и кушать не просят. Всего лишь за один месяц биткоин подорожал на 20 тысяч долларов. Если бы вы купили его в начале февраля и продали сегодня, то заработали бы полтора миллиона рублей чистой прибыли. Именно так работает инвестиционная финансовая компания Avalon. Их прогнозисты и аналитики вкладывают деньги в перспективные технологии и крипту, а потом продают их. Кстати, офис Avalon находится в Москва-Сити. Прибылью Avalon делится со своими инвесторами, которых уже 500 тысяч, и каждый из них зарабатывает 1,3% вложенной сумме ежедневно. Итак, в прошлый раз я делал депозит на 7 дней. Мой депозит отработал, и давайте попробуем вывести деньги. Поставим на вывод заработанную сумму. На оставшуюся сделаем еще один депозит на 7 дней. А вот и очередная выведенная сумма. Надежность и простота – главное преимущество этой компании. Регистрируйся по ссылке в описании, и за 2 минуты ты станешь успешным инвестором. Инвестиции открыты для каждого, ведь минимальное вложение всего лишь 100 рублей. Настольная ленточная пила. Резку материалов можно выполнять и перпендикулярно оси оборудования, и под углом. Что необычно, резка под углом обеспечивается либо путем поворота подвижной части тисков, либо поворотом рабочего стола. Можно использовать вертикально и горизонтально. Многофункциональная портативная сумка. Сделана в форме поясной кобуры ручной работы. Стильная сумка дает возможность хранить любые инструменты, детали и мелкие приблуды, которые могут легко потеряться. Сам органайзер сделан из прочной кожи, способной выдержать до 15 килограмм. Рейсмусовый станок предназначен для плоского выстругивания заготовок. В отличие от фуганка, вал у рейсмуса расположен сверху от заготовки. Собственно, он обрабатывает верхнюю плоскость заготовки, а не нижнюю. Нижняя же пласть заготовки упирается в рабочий стол. Таким образом, рейсмусовый станок способен калибровать заготовку в размер по толщине. Алюминиевые сварочные стержни с порошковым флюсом. Это низкотемпературная алюминиевая проволока, с помощью которой можно варить алюминий, цинковый, медный и свинцовый сплав, а также металл. По заверению продавца, варить можно даже при сильной коррозии или после нефтяного загрязнения. Графитовый тигель. Сосуд для плавки стали и цветных металлов имеет достаточно длительный эксплуатационный период. Хорошо противостоит окислению, термическому и механическому воздействию расплава. В состав формовочной массы, кроме графита, входит огнеупорная глина. Болторез. Им можно воспользоваться для разрезания, не находящихся под напряжением, многожильных кабелей, цепных звеньев, дужек замков, гвоздей и прочего. Поскольку часто такие инструменты применяются и для отрезки арматуры, то встречается и параллельное их наименование – ручные арматурные ножницы. Линейка-самоклейка. Штука представляет собой металлическую ленту с нанесенной на нее сантиметровой разметкой. Вещь не то, чтобы прямо необходимая, но за такую цену пригодится. Вы сможете аккуратно и с минимальными временными затратами оборудовать измерительной шкалой направляющие шины, столы для ленточной пилы и многие другие поверхности. Ударная отвертка. Вращение начинается тогда, когда на рукоятку начинает действовать ударная сила тяжелого предмета. Обойма начинает движение вокруг оси, за счет чего крепеж смещается на несколько градусов. Этого достаточно, чтобы соединение ослабло и можно было открутить болт. Тележка-плиточник с наколенниками. Изготовлена из пластмассы. Мягкие вставки под колени изготовлены из материала Ева. Оснащена колесиками для легкого и быстрого перемещения по объекту. Практически исключает нежелательные болезненные подъемы на ноги в процессе работы. Бокс для финишной отделки и шпаклевки гипсогартона. Устройство представляет собой емкость, короб для шпаклевки с удобной телескопической ручкой, на которую одним движением вы подаете материал, который автоматически подает нужное количество шпаклевки и распределяется по стыку гипсокартона, заполняя все неровности и пустоты, например, осаморезов. Набор для пайки. В набор входит печатная плата и электронные компоненты, которые нужно припаять на плату и получится готовое устройство, которое можно применять в жизни. Эти наборы используются для обучения пайки, так что мешок таких наборов лучший подарок подрастающему электронщику. Цифровой глубиномер предназначен для измерения глубин отверстий, уступов и канавок. Инструмент состоит из основания и индикаторной головки с электронным отчетным устройством. Его можно использовать для установки высоты оборудования, таких как фрезы, строгальные роутеры, пилы и другие инженерные приложения. Газовый обогреватель для обогрева палатки или других помещений. На нем можно вскипятить чайник или приготовить еду на несколько человек. Обогреватель зажигается с помощью пьезоподжига. Можно использовать в двух положениях отражателя. Наклонное для обогрева и горизонтальное для приготовления пищи. Каминный тепловентилятор для перераспределения теплового воздуха. При этом сам он не требует ни электричества, ни батареи, ни зарядки. Вентилятор просто устанавливается на камин и сам генерирует энергию для своей работы, перерабатывая тепло в электричество. Плещи для монтажа велопокрышек. Этот съемник предназначен для снятия неподдающихся покрышек велосипедов с металлическими рамами. Его можно регулировать под разную ширину покрышки велосипеда, что позволяет быстро ее заменить, используя при этом минимум усилий. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Показывает заряд аккумулятора в процентах, также кнопкой можно переключить и посмотреть напряжение. Предназначен для литий-ионных свинцово-кислотных и литий-железно-фосфатных аккумуляторов. Все это вводится в режиме программирования, там же можно настроить другие параметры. Диск для снятия липких лент. Круг надевается на дрель и без проблем и следов удаляет клейкие ленты, наклейки, стикеры и аппликации без повреждения лакокрасочного покрытия. Если скотч старый или подсох, его можно размочить растворителем. При работе диск не дает какого-либо запаха или дыма. Циклонный фильтр представляет собой конус с улиткой внутри. Он без проблем становится на пылесос, будь то центробежный, промышленный или бытовой. Подойдет для работ в гараже, в небольшой мастерской и на стройплощадке. По заявлению продавца, он отфильтровывает частицы пыли от 0,3 микрометров до 40 миллиметров. Молоток для колышков. Если вам пришлось разбивать лагерь на каменистой почве, то использование специального молотка будет более эффектным. Его головка изготовлена из усиленной нержавеющей стали. Сам молоток идеально сбалансирован, а также в нем есть открывалка для бутылок. Приспособление для хонингования цилиндров. Применяется для финишной обработки рабочих поверхностей цилиндров двигателей внутреннего сгорания, тормозных цилиндров и прочих внутренних цилиндрических поверхностей, требующих точного геометрического размера. Переходник для газового баллона. Этот переходник дает возможность заправки туристических резьбовых баллончиков от домашних баллонов, используемых для газовых печей. Данный переходник будет полезен тем, кто довольно часто использует маленькие газовые баллончики совместно с горелкой или же походной печью. Столярный угольник Свенсона. Он всегда поможет вам выстроить перпендикуляры, параллели и диагонали, нарисовать квадраты и ромбы, проверить и проконтролировать углы и их соответствие между наружным и внутренним. Подшлемник для сварщика. Представляет собой головной убор, который плотно облегает голову, шею и плечи. С пелериной. Выполняет функцию защиты сварщика, одевается под шлем. В качестве шлема может выступать сварочная маска или каска со щитком. Краги для сварщика. Сварочная работа относится к огневым, а следовательно сопряжены с опасностью поражения кожи рук пламенем дуги и брызгами расплавленного металла. Краги сварщика – это элемент защитной экипировки рабочего, который обеспечивает безопасность рук во время сварки. Вакуумная присоска. Присоски позволяют транспортировать грузы до места назначения, не поцарапав и не повредив их. Особенно нужны данные устройства для переноски бьющихся материалов. Присоска действует по принципу вакуума, самое главное – соблюдать ограничения по массе. Станок для заточки цепной пилы. На заточку цепи обычной бытовой пилы уйдет около 5 минут. Станок стационарный и крепится на столешницу либо верстак. Скорость вращения абразива – 7500 оборотов в минуту. Весит станок 1,8 килограмма, имеет плавный пуск. Стенд для ремонта двигателей. К этому стенду можно прикреплять мотор в подвешенном состоянии, после чего можно переходить к диагностическим работам, транспортировать и ремонтировать агрегат. Вся процедура упростится в значительной степени. Плюс ко всему, у таких механизмов есть специальные узлы, которые позволяют поворачивать двигатель на любой диапазон. Войлочные насадки для гравера. Используются для шлифования предметов, изготовленных из разных материалов. Насадку предварительно покрываю специальной полировочной пастой, выступающей в качестве абразивной составляющей. Войлочные насадки могут использоваться при обрабатывании дерева, металла и стекла. Набор для развальцовки трубок. Набор предназначен для односторонней и двусторонней развальцовки медных, алюминиевых и мягких стальных трубок. В состав набора входит зажимная планка, трубка-рез, винтовая скова с конусной насадкой и семь сменных штампов. Применим для трубок с метрическими и дюймовыми размерами. Съемник катушек зажигания ВАК. При замене свечей и катушек зажигания часто бывает достаточно сложно снять сами катушки. Конечно, снять можно и отверткой, но мучаться приходится долго. Часто можно повредить и саму катушку и другие детали вокруг. Этот инструмент служит для аккуратного извлечения катушки зажигания из блока двигателя. Разветвитель для предохранителей в авто. Предназначен для подключения дополнительного устройства без разрезания проводки автомобиля. Выбираем любую линию блоки предохранителей, вынимаем из блока предохранитель, а на его место вставляем этот переходник. И уже в переходник вставляем вынутый предохранитель и плюс новый. Выключатель массы. Во время стоянки автомобиля его аккумуляторная батарея постепенно теряет заряд. И если после кратковременной стоянки АКБ способна дать энергию для работы стартера, то через неделю-другую батарея может разрядиться в ноль. Для этого служит специальный дистанционный выключатель массы. Пневматический шиповальный пистолет. Предназначен для установки ремонтных шипов в изношенные посадочные отверстия шипов для шин легковых и грузовых автомобилей. На корпусе располагаются штуцеры для подсоединения пистолета к пневмосети и кнопка подачи воздуха. Т-образная линейка. Состоит из алюминиевого профиля, двух винтов барашек, двух пластиковых шайб, двух оцинкованных гаек и самой линейки. Кроме декларированных функций, у нее есть одна скрытая возможность. Линейку можно использовать как точный циркуль. Чистик. Это инструмент для зачистки клемм и токовыводов для обеспечения лучшего контакта. Имеет две щеточки. Одну для внутренних работ, другую для наружных. Очень полезный инструмент в набор любого автолюбителя. Плоскогубцы для скручивания проволоки. Твистеры. Изделие является профессиональным инструментом, не предназначено в первую очередь для фиксации, контровки различного вида резьбовых и не только соединений. Также данный инструмент применяется при скреплении арматуры, сетки, заборов и т.д. Сумка-ведро. Приспособление применяется совместно с ведром. Имеет множество наружных и внутренних карманов, что обеспечивает равномерное распределение всего инструмента и простой доступ к нему. Сумка совместима с любым стандартным ведром. Пистолет для выдавливания смазки. Предназначен для точного и тонкого дозирования смазки или другого гелеобразного вещества из тюбиков. Позволяет наносить смазку диаметром 0,9 мм. Корпус и детали полностью металлические. Щетка в форме утюжка для химчистки кожи. Легко и без усилий убирает даже самое сложное загрязнение. Глубоко очищает поры кожи от грязи, пыли и налета, не нанося вред поверхности. Придаёт свежий внешний вид, восстанавливает естественную мягкость. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с Алиэкспресс, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или вебмани кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok